здравствуйте уважаемые учащиеся сегодня мы начинаем наш последний урок из первого семестра как раз раздел заканчивается русской поэзии и творчеством некрасова мы сегодня подведем итог русской литературы первого семестра его поэма некрасова это кому на руси жить хорошо николай алексеевич некрасов поэма кому на руси жить хорошо замысел поэмы некрасов задумал поэму кому на жить хорошо в эпоху реформы 1861 1862 года в результате которой фактически было ограблено русское крестьянство правительство удалось подавить народные бунты но крестьянская масса еще долго не успокаивалась в это тяжелое время время надежды на улучшение будущего поэт занимается всесторонним художественным исследованием народной жизни приступая к работе над поэмой некрасов поставил перед собой сложную задачу показать в поэме состояние руси в по реформенный период а также рассказать о прошлом настоящем и будущем народа заявить о путях возможного преобразования существенного положения руси что говорит некрасов я задумал изложить в связанном рассказе все что я знаю народе все что мне привелось услышать из уст его и так я затеял поэму кому на руси жить хорошо главные герои в центре поэмы собирательный образ русского крестьянина поэма отражает крестьянские радости горести крестьянскую жажду познания воли и счастья простого человеческого счастья прежде всего с чего начинается поэма она начинается зачина семеро мужиков правда искателей пытливая мысль которых заставила их задуматься над коренным вопросом кому живется весело вольготно на руси разнообразно представлены крестьянские типы это крестьяне разных деревень каждый шел за своим делом ваш вот они встретились заспорили и этот групповой портрет поэтому в образе семерых временно обязанных дает представление об общих чертах и характеристики русского крестьянина бедность любознательность непритязательность характера мужики ищут счастье среди трудового народа крестьян солдат их представление о счастье связанные с образами духовенства купечества дворянства ну и конечно царя крестьянам правдоискателям свойственно чувство собственного достоинства путешествие по россии мужики встречают разных людей раскрытие образа встреченных правдоискателями героев позволяет охарактеризовать не только положительные жизненные стороны купечества там дворянства духовенства но и главное внимание автора уделяется самим крестьянам композиция поэмы сочетает эпическое повествование с лирическими отступлениями главы поэмы самостоятельные автор свободно обращается со временем и пространством это объясняется жанровой спецификой произведения композиция поэмы календарная так как в каждой главе автор обозначил время происхождения событий вот первая глава вступления это пролог так называемый зачин весна птицы поют кукует кукушка вторая глава это поп время уже не ранее приходит май месяц следующая глава 3 сельская ярмарка лишь на николу внешнего погода поуставилась то есть это вот 9 мая по старинному стилю следующая глава 4 последыш петровки время жаркое в разгаре стенокосы это у нас уже 12 июня вот и следующая глава это крестьянка глава называется жатва и последняя глава пир на весь мир сенокос закончился ранняя осень что из себя представляет поэма поэма это лиро эпический жанр большого объема то есть это поэма эпопея где художественное произведение отражает целые эпохи жизнь страны и жизнь естественно народа без отрыва от этой страны художественные особенности поэмы это сквозной образ произведения некрасова образ дороги то есть символ отражающий непростой крестный путь россии в поисках истины поисках настоящего человеческого счастья фольклорные мотивы поэмы это волшебная сказка были на народная песня сказание легенда притчи уважаемые учащиеся вот вам такой небольшой экскурс поэму для того чтобы понять истинные сути и смысл этой поэмы и и конечно же надо прочитать но тем не менее то представление которое я вам дал наверняка вас заинтересовало и прошу вас с глубоким уважением и почитанием отнестись к этому художественному произведению а поэмы действительно сказочной форме поэмы действительно в неординарным жанровым своем эпохальным характером рисует нам картину народного быта естественно в ней есть свои авторские особенности к большому сожалению автор не закончил поэмы ну так сложилось сложилась трагедия жизни поэта он хотел рассказать всю правду о народе но не успел не успел потому что просто-напросто ушел из жизни как сложились трагические обстоятельства спасибо за внимание уважаемые учащиеся на этом наше 17 занятие закончено мы этим рассказом закрываем перед вами ворота первого семестра во втором семестре мы начнем с повести о творчестве михаила евграфовича салтыкова щедрина до новых встреч друзей михаил 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 Субтитры создавал DimaTorzok